Привет, зритель! Давненько с лампа не снимала. Короче, сейчас у нас с тобой будет обзор чая, который я покупала на зону в Альбре за последние несколько дней. Один-то я, наверное, в шорт обозревала и сначала была не очень в восторге, но на самом деле он более зеленый, чем, допустим, вот этот. Это обе матеи порошковый. Обе якобы из Японии. Ну, я так поняла, что в России купили листик, перемололи, а может взяли даже уже порошок готовый. Лежал он, не пойми где, и какому больше повезло. Вот этот написано, что он перемолот в Японии, значит, через месяц пришел в Россию, запечатался, и я не верю в такое, что он был перемолот только что, и через месяц его запечатали. Вот на лампу-то он показывается более зеленый. Я так давно с лампы не снимала. С этой вот сейчас посмотрим, как более, чтобы передавало менее зеленым. Это та лампа первая, которая. А тут совсем зеленый. Я даже забыла, с какой лампой лучше снимать, чтобы лицо было нужного цвета. Короче, это очень бледно-зеленая матя. Она, из-за того, что она бледно-зеленая, ее надо совсем чуть-чуть, где-то одна треть чайной ложки на чашку, чтобы с молоком выпить, и было вкусно. Вот подружке делала, у нее она, конечно, не растворилась до конца. И да, она нифига не растворяется до конца. Надо прилично налить воды, чтобы она растворилась до конца. И, соответственно, ей понравилось, а я с молоком пью. Вот ее надо чуть-чуть. Может быть, в этом плюс. Матя зеленая, порошковый чай. Матя оча, сделанная в Японии. Вот в такой баночке. И от того же производителя. Где он тут? Конечно, дизайн фиговый. Белый цвет на желтом фоне. Вот она, якобы 20.07.22 распасована, и якобы 1.06.22 она сделана. И, ну, может быть, за полтора-то месяца она так умудрилась улезаться, чтобы осветлела. Изготовители ООО Time4T. Страна производства Япония. Юридический Аглес, Москва. Кофеко. Кофеко. Кофеко я у них покупала такую же на картинке была. То ли на Вайтберрис, то ли на Озон, то ли и там, и там. Фиг знает, потому что они и там, и там есть. Но пришла тогда не в баночке, а в пакетике. И она была такая же бледная. Бледная такая. Короче, вот такая. Я, конечно, могу дать артикул, наверное, да, постараюсь артикул в инфобоксе дать на неё. Причём у разных продавцов на Озон она плюс-минус по какой-то цене. По 222, по-моему, она за 100 грамм была, вот когда покупала. Вот это. По-моему, она была с Вайтберрисой, она уже распродалась. Якобы скидка была 157 рублей за 100 грамм, потому что тут опечатка. Состав натуральный какао-порошок страна происхождения Японии. Ну, тут, соответственно, мотя. Она более зелёная. И она с молоком вкуснее, но её надо положить побольше. Я за первый день что-то очень много её выпила. Вот примерно чуть более светлее зелёного, ну, более блеклая. Может, даже хотя нет. Ну да, короче, она... Вот тут, конечно, на пачке видно, но она чуть более бледная. Ты уж меня прости, зритель, я хотела тебе точный цвет передать, но я так давно с кольцевой лампой не снимала. И, в общем, тут было 100 грамм, сейчас осталась где-то половина. Я её очень много выпила. Вот с молоком она очень вкусная. Она полностью растворяется в чашке. И этот... Я её не просеивала, никаких комочков там не было. Она полностью растворяется в чашке. С молоком пила. Хорошо, вкусно очень идёт. Но единственное, что большой расход. Может быть, из-за того, что она более зелёная. Вот та, которая менее зелёная, её надо меньше расход. Но она менее вкусная, которая менее зелёная. У меня вот вчера пришло... Я ещё валенки-валенки, я тебя отдельно обозрёс. Если ты любишь эти обзоры обуви, там ещё будет ремешок. В общем, помни, зритель, если ты смотришь «Мунбанги», то, наверное, помнишь. У меня был какой-то хавчик на камеру из деревни, может, даже, как блогеру найти работу. Там некоторые не так поняли, и в комментах мне писали вообще чё-то левое. Ну, как бы, к теме ролика не относящаяся. Типа того, что вот ты там на пианино играешь, дай объявления, пусть тебе придут. Ну, в принципе, со мной, у меня заниматься один человек на пианино. К чаю чё-то мне приносит регулярно, когда приходит заниматься. Короче, я писала, помимо прочих фирм, в одну фирму «Арома Ти». «Арома Кофе Ти» или что-то такое. У них ещё отдельная такая линия идёт. «Симплигуд», я потом уже узнала. И мне тогда ответили, типа того, что всё круто, нам интересно, но мы вам понедельник напишем. И понедельник до сих пор идёт. Ну, короче, такой интересный отказ витиеватый. И тут внезапно, я когда уже сделала заказ, на зону оплатила, я поняла, что я заказала чаю той самой фирмы. И человек, из которой занимающийся работать блогерами, мне отказал. Ну, думаю, ладно. Вот в такой коробочке пришло. Чё хочу сказать, фирма, зачем ты столько бумаги тратишь? Я когда получила вчера, я думала, блин, чё ж такая большая коробочка. Ну, всё, вот коробочка. В коробочке у нас был, а я хотела Баймудань, белый пион. Я его покупаю обычно у определённой фирмы, но чё-то той фирмы не было в наличии ни на Вадьберс, ни на Озон. А в магазинах её уже давно не найдёшь. У нас раньше был магазин Добрения, и там был, помимо лоточка чая на развес, там просто продавался очень большой выбор, был хорошего, такого качественного чая, в том числе Баймудань, той фирмы, которая мне нравилась. Я просто забыла, как фирму называть. И тот чё-то Баймудань, он такой и раньше-то как-то прилично стоил. Но более-менее цена была именно вот у этого, у Аромати кофе. Я заказала как продукт. Одна чайная ложка, 4-5 минут, 80-90 градусов заварки. Белый пион. Белый чай Баймудань. Почему-то Мудань у них в одно слово, вообще-то два отдельных слова. Или белый пион. Известен со времён Древнего Китая. Его выращивают в северной провинции страны Фудзянь. Собирают урожай только один раз в год. В сухие дни первого месяца весны. Вот такой большой пакет. Я удивилась, потому что той фирмы, где я позаказывала, ну, может, там 75 грамм было, может, и 100, я не помню. То ли зелёная панда, то ли, в общем, ну, не суть важна. Фирма, где я регулярно заказывала именно этот чай, я его периодически покупаю где-то раз в 9 месяцев, раз в год или как-то так. Иногда раз в 2 года, когда мне очень сильно захочется. Вообще, я давно не видела жёлтый чай, но жёлтый чай я увидела этой фирмы. Он 500 с чем-то стоит за 100 грамм. Вот самый дешёвый вариант. Я давно его покупала, когда ещё на часовом был лоточек у какой-то бабушки с чёрными чаями. Там была очень такая дешёвая цена. Там был всякий разный чай, выбор очень хорошей фирмы, которые сейчас можно купить только в определённых магазинах Москвы или Питера. И в интернетах я не видела их, именно эти фирмы. Ну и, короче, в общем, пойму дай. А, тот чай, тот жёлтый чай. Я закладки засунула, выбрала этот ещё, потому что там 100 бонусов даётся за покупку, которые можно потратить на покупку в следующем, на следующий заказ в этом магазине. Ну, думаю, ну, за 500 с чем-то, 100 грамм, конечно, это жаба душит, но за 400 с чем-то, за 100 грамм, тоже вполне ничего. Ну, я, короче говоря, как бы человек, который раньше, однажды 6,5 тысячи ставил на несколько, на чаи в Ярославле, жабой душится на, за 100 грамм чая, да. В общем, я заказала вот такой чай, он такой вот большой, я потом сделаю отдельный чай с дегустацией, может ещё будет шорт. Потому что мне тупо самой интересно, почему он, вот эти 100 грамм, это вот, считайте, вот столько. И он свежий, как бы изготовление, ну, дата изготовления 9.09.22. И у меня там был бонусик. У меня сейчас как бы за окном что-то такое делают, я сначала оба окна закрыла и там, и там. Потом поняла, что при моём слухе, благодаря тому, что мне уши поромыли, ну, я думаю, ты знаешь уже, что у меня там на одну штуку, которая пришла на обзор, в последнем видео была вот эта распаковка, случилась аллергия на лимонем в составе одной штуки. Ну, в общем, как бы теперь я всё слышу. И вот с моим идеальным слухом я даже при закрытых окнах всё равно что-то услышала. Поэтому я на кухне открыла, а балкон закрыт. Но сейчас шумело окошко, и она что-то мне тут шуршала, даже не знаю, чем. Мне положили пробник. Сенчо категория Китай. На самом деле в Китае есть не Сенчо, в Китае есть чай, есть колодец дракона, а есть ещё определённый вариант чая, который похож. Кстати, колодец дракона, он похож на Сенчо, Сенчо, если правильно, да? По фуншуи, скажем, по Ливаново, если скажем так, по романде Сенчо, по Ливаново Сенчо. Короче, и есть ещё отдельный чай, который, в общем, просто похож по обработке, по виду, на японскую Сенчо, но на самом деле это не Сенчо. И вот тут Сенчо категории А, Китай Сенчо, классический зелёный чай, который выращивается и в Японии. И в Китае, Японии особенно его любят, в стране восходящего солнца. Кстати, вот разные люди, по-разному называют страна восходящего солнца, где-то Китай, а страна восходящего солнца, где-то Япония. Не знаю, почему, но мне всегда ощущение было, что страна восходящего солнца, это именно Китай. Каждые четыре из пяти чашек выпиваемого здесь чая, это обязательно Сенчо. Восемь граф на сто пятьдесят миллилитров, одна-две минуты, три-четыре пролива, это при заварке. По виду, в принципе, она похожа на эту самую Сенчо, но она более такая, более тёмно-зелёная, более такой зелени, более цвет зелени, более тут присутствует. На самом деле, она более тёмно-зелёная. К сожалению, я думала, что у меня с этой лампой как-то будет лучше показываться цвет. Может быть, надо было с потолку лучной только сделаться. Ну вот, при случае, если хочешь, оставь камень ты заявления, типа, лёля, завари это на камеру, я тебе заварю. Вот. Это эко-продукт. Ну, это как вот пробник вдовесок. И ещё мне тут ещё пришла штука такая. Наклеечка. Отпусти тоску, возьми чай. А вот она как. Можно просто приклеить. Я думала, это весь стикер такой, прорепляющийся. Дарим промокод на скидку 15% до следующего заказа. Благодарим за отзыв в соцсетях. Она в соцсетях. Думаю, Ютуб это тоже соцсеть. Я никогда не пробовала вот эти коды. Посмотрю, куда этот код даёт. На их сайте или на зону этот код как-то действует. В общем, вот. Такая киска. И это всё было вот в такой большущей коробочке. Я думала сначала просто Ромати обозреть отдельным обзором. А потом думаю, у меня же ещё есть чай купленный до этого на зону Вайдберрис. И я артикулы оставлю на эти все чаи в инфобоксе. Единственное, что вот этот-то в принципе уже был распродан. Но мало ли он может появиться там на Вайдберрис уже без опечатки, что там какао на другой стороне. И вот такой обзор. Всем спасибо за просмотр. Если вы какой-то подобный чай пьёте, особенно Байбундань, дайте знать в комменты. Ну, в любом случае, можете что-то написать в комментах. Я вам поставлю сердечко. Потому что сердечки мне быстрее ставить по большей части, если с телефона проверяю, чем с компа. Ну и всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...